Старший участковый уполномоченный Октябрьского района Наталья Климова на посту, как и положено, с 9 до 6. А вот на телефоне круглые сутки. Жители звонят, то помощи просят, то совета. На них офицер не в обиде, наоборот, профессию свою любит за возможность помогать людям. Подшефных немало, 7,5 тысяч проблем, кратно больше. Основные сейчас проблемы на участке – это шум, парковочные места, побои, которые сейчас после декриминализации не уголовная ответственность, а административная ответственность. Мелкие хищения, семейные разборки между мужем и женой. Наталья работает участковым уже 9 лет. Район свой любит, он спальный, считается спокойным. К женщине в погонах и просто граждане, и так называемые подучетные, относятся уважительно. На моем административном участке за 10 лет меня многие жители знают, и как бы иногда даже просят, чтобы именно я пришла. Женщины считают, что я лучше поговорю с мужчиной. Работа участкового – это бесконечное общение, длительные прогулки по административному участку, походы в гости к тем, кто вызывает у полицейских подозрения в своей благонадежности. Здесь живет сильно пьющий Игорь с дамой сердца и тысячи их тараканов. Пойдем посмотрим, как у тебя дела. Как дела? У меня как в сказке. Как в сказке пойдем? Да, Наташа, человек, мне нравится снимать. Здравствуйте. Здрасте, Наташа. Как тебя давно не видать, да? Да. Здравствуйте. А вы кто, младой человек? А он в гости пришел. А покажите ваши документы. Задача участкового – ситуацию в этой сказочной квартире контролировать. Следить, чтобы пьющих гостей не было, чтобы все вели себя прилично, не буянили и соседям не мешали. И тараканов вы видите, наконец, уже скоро соседи жалуются. В этом месяце не получилось. Следующим, мне он этот сосед сказал, говорит, дверь висит, да, и Санкт-Петербург станцию. Вызовет, да? Да, вызовет. Он уже что-то собрал с подъезда деньги. Вот только я, но мне в этом проблема в этом. Обитатели этой квартиры своего участкового любят, относятся почти по-семейному. Кто еще о них позаботится? Все, до свидания. До свидания. До свидания. В пустошборе все спокойно. Участковый Наталья обходит владение и радуется. Проблем нет. Недавно вот извращенца изловили, который терроризировал район. От жителей теперь бесконечная благодарность. Мне жители пожаловали, что ходит какой-то мужчина в синей куртке со спущенными штанами. И когда проходят женщины, он наклоняется и показывает голую попу. Ну, я думаю, да что вы боитесь? Они говорят, да так противно. А женщины сидят, смеются. Я говорю, что это ненормально. Оказался из соседнего дома. Ну, я со своими жителями не разговаривала дома, а потом оказалось, что они его видели. У кого-то кошелек это брал, кому-то нахамил. Ну, вот больной человек, видно. А Наталья сказала сразу, что это больной человек, и мама маленько больная. И определили, говорят, отдыхайте, два месяца будет в психушке. Участковый для неблагонадежных гроза, для пенсионеров лучший друг. Всех надо выслушать, понять, помочь. Приходится быть психологом. Бывает, с кем-то нужно поулыбаться и поуговаривать. А бывает, кого-то наоборот нужно построже даже наказать. Есть разные меры административного воздействия. Такие, как составление протоколов, административный арест, штрафы. То есть, с каждым человеком нужно по-разному. Дочь этой пенсионерки, тоже, кстати, пенсионерка, любит брать кредиты. А матери – отдавай. Пробовали семейными беседами вопрос решить. Не вышло. Привлекли участкового. Вроде помогло. Кредиты она сейчас не берет? Нет. Не берет, да? Только боюсь за то, что она ее втянула в себе прямо. Она ее воробынюю провела. Она ее два участка с ней обрабатывает, ходит. И без конца к ней у нас звонит, без конца она у нее что-то делает. Наталью люди любят. Потому, наверное, майор Климова набрала более полутора тысяч голосов на конкурсе народной участковой. Единственная женщина среди участников. Показатель впечатляющий. От ближайшего конкурента отрыв более чем в три раза. На плечах этой женщины профилактика бытовой преступности, детской беспризорности, алкоголизма и наркомании в целом районе. Не работа, а сплошная романтика. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.